Всем привет! И это снова Тест ТВ на Женевском автосалоне. Автомобильные дизайнеры любят хвастаться, что концепт-кар в серийной версии не потерпел никаких изменений. Обычно это означает, что у них обоих по четыре колеса. Поэтому в случае с S-класс купе все боялись, что Mercedes-Benz ограничится прагматичной и чего уж там скучной версией радикального концепт-кара, который мы видели во Франкфурте. Давайте проверим, насколько Mercedes-Benz верен своим обещаниям и насколько у него получилось создать прямого конкурента Bentley Continental GT. На фоне относительно приземленных новинок Женевского автосалона S-класс купе казался явным маргиналом. Консервативный немецкий бренд неожиданно выпустил спортивное купе в обертке топового представительского седана. Более того, покупателям будут доступны опции, которых можно было ожидать разве что от арабских шейхов, тюнингующих свои лимузины самостоятельно. Например, фары со стразами Swarovski. Владелец может установить до 94 кристаллов, которые также будут выполнять функцию линц сигналов указателей поворота и ходовых огней. Несмотря на приставку купе, автомобиль остается S-классом, что в первую очередь означает внушительный размер. В длину чуть больше 5 метров. Однако немцы постарались это максимально скрыть, придумав так называемый камуфляж. Рельефные боковины и высокую, поднимающуюся вверх, линию под окнами. Помимо этого, S-класс купе снабдили почти вертикально стоящей радиаторной решеткой и агрессивным обвесом от придворного тюнера AMG. Можно было бы подумать, что все это будет напоминать молодящегося мужчину за 40, покупающего себе мощный спорткар. Однако S-класс, вкупе с совершенно нетипичной хвостовой частью, действительно выделяется на фоне любой из люксовых моделей немецкого концерна. И уж точно выглядит куда убедительнее, чем снятый с конвейера Maybach. Но если новый дизайн мы уже частично видели на недавних мерседесовских спортивных купе, вроде CLA, то самое главное начинается внутри. Тут полное ощущение концепт-кара. Руль словно со вставками мрамора. Изогнутая, как будто плывущая приборная панель. Наконец, экраны вместо привычных кнопок. Перемещение подушки безопасности под руль помогло дизайнерам поменять все традиционные элементы. Под правой рукой водителя Touchpad. Немцы понемногу переводят водителей в обозримое будущее, когда в автомобиле, как когда-то и в телефоне, пора будет забыть об аналоговых кнопках. Полноцветный проекционный дисплей создает виртуальную картинку 21 на 7 сантиметров, которую водитель видит перед собой на расстоянии в двух метрах от капота. Специальный сенсор автоматически регулирует уровень яркости картинки. Приборная панель полностью отличается от той, что вы можете найти в седании S-класса. Первое, что вы замечаете, оказавшись внутри, это эффект обертывания вокруг. То есть здесь нет ни одного отдельно стоящего элемента. Нет такого, что вот здесь приборная панель, а здесь дверь. Все перетекает друг в друга, создавая единый элемент. Это в точности то же, что мы сделали с экстерьером. Вы не можете определить, где кончаются боковые панели или передняя часть. Все элементы становятся едиными. Все это часть, принятая нами в компании Mercedes, философией чувственной простоты. В купе S-класса перешли все системы безопасности от седана, которыми так гордится немецкий концерт. Например, при угрозе лобового столкновения автомобиль самостоятельно тормозит на скорости до 200 км в час. УП также может быть оснащено системой ночного видения, камерами кругового обзора и главной фишкой – функцией Magic Body Control. Стандартные пневмостойки могут быть заменены сложным гидропружинным шасси. С помощью установленной у салонного зеркала стереокамеры, такие опоры помогают автомобилю заранее готовиться к подавлению поперечных кренов. Обратный крен кузова уберегает самых чувствительных пассажиров от перегрузок и укачивания. Система видит изгибы поворота на 15 метров вперед. Но только если водитель едет на скорости от 30 до 180 км в час. Пока немцы ограничиваются только одной модификацией – S500. Под капотом установлен битурбодвигатель V8 4,7 литра и мощностью 455 л.с. Но уже сейчас на радость всем поклонникам заряженных купе можно предугадать появление более мощных версий – S600 и AMG. Ждать новинку раньше ноября не стоит, как не стоит ждать и цену меньше 6 миллионов рублей. В любом случае выбор за вами. Но прежде чем купить, смотрите Тест ТВ. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok